так друзья знакомьтесь роман всем привет собственно который меня пригласил сюда привести то что в порядок рассказать спустя 11 лет мы сейчас идем на кладбище во первых откуда я знаю романа как мы познакомились через наталью фалькона уже жили в одном подъезде в рыбинске дружи дружим с артемом с ее сыном так уже сейчас мало общаемся но все равно как бы в одну школу ходили но у нас есть еще одна общая тема честно говоря с которой мы больше наверно сошлись и нам было о чем поговорить роман сделал ту же самую операцию год назад примерно до 15 июля 15 ровный год назад до приложу нами сюда что разрешить фото до и после это очень интересно всегда подожди ты по килограмм по по цифрам сколько 2 минус минус 72 за год до забыл что было поменьше я пошел на операцию 100 изначальный вес был 165 158 я пошел на операцию сейчас 94 меня догнал у меня 90 просто вот это результат не жалеешь абсолютно нет делу того же самого доктора зорина зорина где я делал блин ну какие ощущения какие то есть все таки может быть какие-то минусы как называется но не минусы а может быть хоть дискомфорту ты как себя чувствуешь от ее после да не жалею его абсолютно ни о чем потому что раньше не сделаны шаг до шаг такой осознанный и целенаправленный потому что с таким весом качество жизни безусловно другое то есть сейчас даже если так рассуждать в жару там в тридцать семь градусов без кондиционера вас еще было бы если в том весе какой-то тяжело если не можешь наступить себе на горло то нужно прибегать каким-то таким вещам кардинальным которые ты пытался сам худеть очень много раз до выходит какой-то результат минус 25 был на потом был откат очень большой еще больше то есть принципе студенческая жизнь техникум академия знаешь что здесь тоже можно после этой операции с годами может вес возвращаться у меня есть такой я его называю вес плату это 100 килограмм то есть вот если больше если это смотал как бы это будет стопроцентный какой такой самоконтроль операция это всего лишь может быть процентов 60 на самом деле успеха на протяжении хорош такой толчок на протяжении года там начиная с третьего на на месяц я пошел спортзал бассейна силовые бокс работа собственным весом очень хорошо влияет на снижение массы поэтому операции это всего лишь такой пинок и поменять ну как я любил сладко не люблю это сладко люблю эти булки я ем на дозировано то есть я постоянно контролирует этот момент и это естественно 1 полна дня то есть это там до до двух часов хотя бы то есть не то что там на ночь там или как все то что врач мне очень сложно такой ненормированный график поэтому первое что научился на есть независимо от приема под дня недели время суток то есть обязательно завтрак и не умел вся проблема что я не умел завтракать и не умею в принципе я себя адаптировал на то что нужно завтракать потому что встал люблю поспать сова максимально там встал поздно и побежал на работу а уже закрутился посмотрел время 5 пошел что-то перекусил но уже поел так поела в силу того что после операции ты поесть не можешь как раньше там ну вот на порции увеличились спустя год да но все зависит от продукта мне кажется какой-то продукт может быть больше какой-то минус как-то очень не все мясо рыба вся например хорошо идет мясо не не знаю что мало мало идет кефир йогурт и из молочной воды у меня больше влезет а вот кефир и йогурт и был у тебя такой вот эффект все-таки ты боже скинул в два раза больше и организм наверное еще больше в шоке у тебя не было кого-то я не мог вставать резко с кровати у меня прям такой раз голова до сих пор есть до сих пор то есть посидел ну это чаще из горизонтального положения когда резко встаешь и поплыл да немножко может быть когда как давление низкое да есть такое ну молодец что я тебе могу сказать прям я потом приложу это очень интересно ну да если в сравнении с размерами это было на 58 62 у меня сейчас 50 52 то есть но как бы безусловно разница колоссальная и люди те которые например влияют и думают вообще об этом это же резекцию делал не гастрошантирование дарить а почему кстати вот как ты выбирал потому что мне нет не было диабета и она достаточно чисто технически проще вот тоже тоже никогда писали как-то делается мне прям жуть было то есть он вроде как все остается но это отрезается там присоединяется ветеринария не очень далеко от медицины отходит поэтому я примерно все эти процессы понимаю и там вот этот вот откат откат наименее вероятен например то есть вот у нас можно разъесться в принципе при желании опять а там ты хочешь не хочешь у тебя полностью желудок выключается из пищеварения тебя это не пугало то что при нашей операции может вернуться может быть она нужно было ту сделать для того чтобы не вернулся гарантированно подруга сделал честно говоря год прошел вообще все эти операции и например во всем мире являются инвализирующими то есть типа как инвализация органа то есть орган же отрезается либо включается из-за инвалиды функционала да 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 и бог каждому поэтому всем советуем на самом деле если есть такая цель мысли на самом деле очень мало информации я проштудировал на как максим весь интернет перед этой операции очень мало и очень много больше люди это спустя время когда уже есть результаты когда что-то видят не до сих пор столько людей пишут столько вообще спрашивают что-то так ну давай расскажем про кладбище у нас на территории нашей клиники и начало появилось кладбище потом клиника уже появилась наш а это единственное ветеринарное кладбище домашних животных даже не ветеринарное кладбище домашних животных в россии здесь в москве единственный массы ну то есть вообще захоронение на территории москвы московской области запрещено то есть здесь вот все что мы видим это все погребения они после кремации животных хренируют индивидуально и потом выкупают это платное это все все платно да а почему сравнительно как то есть конечно пустовато то есть ты хочешь сказать что так мало людей желают захоронить нет просто очень долго и не было разрешений мы находимся в новогорске такой здесь достаточно престижный район этому как она может быть вторая рублевка на сегодняшний день потому что здесь земля очень дорогая и много кто хотел наверно на нее претендовать мне кажется поэтому стоит но здесь вот есть две две истории то есть это колумбари это когда вот мы сейчас пройдемся они вот есть двух сторон и вот здесь и вот там дальше это когда ты просто вы кого арендуешь ячейку где размещается вот эта карту с прахом да и здесь тоже аренда то есть в месяц или в год оплата в год в год мы можем пройти сейчас не туда к сотрудникам на ресепшн можно спросить я честно не знаю сейчас даже сказал что здесь прям такая каждая история какая-то печальная это почему так потому что в основном люди все-таки кремируют животных и высыпают прах в сад воспоминаний и но чтобы не было кого-то место чаще всего имеют аренду с памятником все-таки какие-то такие там животное имело какую-то такую прямо грандиозную историю или какая-то там может быть у людей не было там своих детей было там еще что-то или там например там питомец ребенка с которым что-то случилось ну то есть какие-то такие очень вот одно из самых старых захоронений вот вермонт конь ну вот там пройдемся есть отлитые прямо из мрамора гранита есть людей такие очень доброжелательные заводчики которые выкупают прямо большие такие вот ниши на территории чтобы захоранивать своих питомцев которые и быть призеры чемпионы и так далее а видишь там смотри на них как написано просьба обратиться в администрацию это колумбарий аренда ты посмотри как вообще нет еще и франц французский бульдог я прям сразу меня тянет к ним обожаю французов хотя снова не зовут сапожник без сапог я просто девушки аллергия поэтому делю так вот из бронзы по моему чау-чау или кто-то вот отлить можно куда обойти смотреть там пусть люди подходят не скупятся и не жалеют скупятся и не жалеют да подожди как сказал что здесь не захоранивают здесь нет живых как бы так скажем живых живых здесь нет но имеется ввиду что нет тел погребенных в землю здесь все кремированное а сам прав какой-то там гаж саду каком-то да ну вот есть это сад воспоминаний куда мы сюда пройдем потом входим туда например у тебя что случилось животным ты обратился к ним они его индивидуально кремировали при тебе этот прах присыпали в урну и ты пошел его развеял вот в а почему нельзя прах захоронить какой-то в урне как это делать нет это можно если у тебя есть там участок если например живешь квартире у тебя нету собственного участка земли или там многие забирают они имеют то что вы вызовы из-за памятники почему нельзя внутрь захоронить но это частная территория здесь только по согласованию с администрацией так-то очень много историй когда приходят с лопатой там с животным типа дело здесь можно похоронить пройти вот здесь вот общее так скажем человек может просто прав развеять где-то где-то где кольца фотографии очень много раньше было не буду туда просто вам сцепают достаточно смотреть очень много кольца думал что за кольца но это какой-то такой вот фотографии весь вопрос очень такой философский на самом деле все по-разному относится к животным согласен навела для кого-то это прям член семьи которые минимум три четыре раза в неделю приезжают вот есть три четыре раза в неделю открывают зонтик когда дождь или солнце высаживают цветы чтобы не завяли поливают к людям не приезжают так часто собака мужа муж ковид ковид забрал вот она муж на химкинском через дорогу а здесь вот потому что вскоре погибла и собака после кончины я так понимаю просто вот ты смотри какой этаж прям это комикат мне кажется они все вместе что ли как-то знакомые ли ты может быть или нет для просто так совпало что не похоже даже все игрушки расчески одежда как это не тоже мальтийская баллонка всего семь лет вот поскольку живут интерес в девяносто шестой 2011 это 16 лет по 15 нормально для многих людей это конечно очень важный такой момент у кого-то конечно спросить можно сколько стоит под деревом мне как сколько много сразу красиво он зоя она очень-очень давно здесь работает на бывшая стюардесса аэрофлота и честно пенсии здесь уже лет 15 лет насколько существует кладбище начало двухтысячных мне кажется ну вот евровед запускали три года назад будет три года уже будет в октябре вот этого ничего не было то есть спрос из первых день работаешь да 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 а дает нам она это за рима манта я работал в частной клинике в области в государственной на востоке станция по борьбе с болезнями животных есть вот такие вот ниши тоже очень много все заняты мышечки собачки кто-то напишет как это все круто кто-то напишет как же это почему неправильно мне не знаю мне кажется что ну животные тоже для некоторых для большинства это действительно члены семьи ну да если посмотреть там например возраст у некоторых там он 91 2013 ого 9 и 13 22 года как это можно просто пойти его и в лесу быстро такая дань уважения я думаю что вот так смотришь у некоторых оформлено очень игрушки а ты так говоришь почему есть какие-то противники уже прям как-то против этого дали ну просто некоторые там мы же тоже в силу своей работы сталкиваемся и с автоназией там и так далее сейчас конечно все это усугубляется касательно что когда началась пандемия очень многие стали звонить спрашивать как влияет там к вид на животных и так далее вид никаким образом не влияет на животных и не является переносчиком и столкнулись с тем что все же уже сточили правила касательно эвтаназии то есть мы можем автоназировать только документально подтвержденные серьезные заболевания онкологию какие-то там то есть он мне написал на кровать мы хотим его автоназировать так уже не ну то есть ни одной бывает люди же разные конечно а почему ты говоришь что ну все-таки животные же болеют к видам многие мне писали кстати связи нет статей подтверждающих данный факт например нет то есть мы периодически студируем у нас то в россии ничего не пишут например зарубежные издания штатов канады европы никаких данных подтверждающих нет какие-то было описаны там и там помогающий что что ну да или дали наоборот да то есть сложно на людях ты еще в принципе каких-то исследований еще не было насколько вид как работает насколько он влияет мы видим только статистику заболеваемости и в принципе а кто там от чего погибает сложно сказать просто никто начинаешь нам предлагать там а куда дальше нам ну вот вы можете обратиться там крематорий кремировать свое животное индивидуально там рассмотреть дальнейшие варианты ну и сталкиваемся с резко негативным колумбарий и по ценам колумбари 4 500 год земля 6 500 независимо от веса не отчего да и памятники уже да не просто понял интересно даже маленькие такие это по цветочке такие ну честно говоря доступные цены мне кажется у них есть даже на сайте если зайти на их сайт у них есть уже называется ну в общем интернет память то есть там как стена с то есть бесплатно можно разместить там кличку животного там годы жизни и просторах интернета будет такая запись это вообще посмотри 1103 1304 месяц что-то случилось и они пшельзами они даже месячному ставить память вот как интересно бывает собачка и котик сюда 14 и 17 лет прожил так ладно спасибо тебе большое мне кажется такое видео будет большой может быть его разбит на две части кладбище и клиник ну да такая параллель ноги кстати очень волнует ягу на как мы ходим там в церкви многие на территории церкви есть там потом атомический корпус да это церковь там даже старые какие-то захоронения двадцать четыре часа работаете давно сейчас здесь для машкинское шоссе дом 15 евро лет добро пожаловать